Всем огромный привет! Универ Ньюс снова в эфире. И мы стараемся для тебя, студент. Меня зовут Регина Якупова. Сегодня в выпуске. Здоровье дороже золота. В КФУ отметили Всемирный день здоровья. Студенческая весна наступает и в Энергоуниверситете. Как проходит подготовка к главному студенческому событию весны? 7 апреля весь мир отмечает День здоровья, приуроченный ко дню создания Всемирной организации здравоохранения. В Казанском университете спортивные оздоровительные мероприятия на разных спортплощадках в этот день стали доброй традицией. О том, как студентов приобщали к здоровому образу жизни, расскажет Диана Авакян. Уже более шести лет в Казанском университете проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. Их девиз в этом году – победим диабет. Поэтому все желающие могли не только измерить давление и узнать о своей физической подготовленности, но и проверить уровень глюкозы в крови. От такой возможности не удержалась и наша съемочная группа. В вашем возрасте существует некоторая доля риска заболеть сахарным диабетом первого типа. Его называют сахарным диабетом молодых или инсулин-зависимым сахарным диабетом. Чтобы избежать его, необходимо избегать стрессов, необходимо вирусной инфекции пролечивать дома, как говорится, как положено в постели. Ваш уровень глюкозы – 4,4 мм на литр. Это нормальное значение, как раз в середине нормы. Одна из самых главных мер профилактики диабета – это, конечно же, физическая активность. Часто занятия спортом называют невидимым инсулином, ведь они способствуют понижению уровня сахара в крови и снижению веса. Не секрет, что движение – это жизнь. И в этот день в униксе для студентов Куфу было открыто большое многообразие двигательных активностей. По традиции, парни выбрали тренажерный зал и силовую подготовку. Ну а представительницы слабого пола не смогли пройти мимо мастер-класса по зажигательной латине. Простые и одновременно элегантные движения позволили создать в зале атмосферу настоящего знойного лета. У всех девочек горели глаза, все с удовольствием учились этому танцу. Было очень необычно, потому что ты узнавал что-то новое, ты учил новые движения. Теперь у меня есть определенные навыки и возможность нам их где-то продемонстрировать. Важно отметить, что организаторы позаботились не только о физическом, но и психологическом здоровье студентов. Стрессы на учебе, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и родителями. Через все это проходит каждый студент. Эксперты КФУ провели небольшие варианты психодиагностики и показали, что обращаться к психологу совсем не страшно и даже нужно. Помогаем человеку понять себя, то есть нащупать свой внутренний ресурс, свой потенциал, в чем он может двигаться, какие у него есть сильные стороны, каким образом он может это развивать, расширять, и, соответственно, преодолевать все трудности, с которыми он встречается. Конечно, один день здоровья в год не может повлиять на общее состояние человека, но он может стать шагом к новой жизни и вдохновением для новых побед. Мы каждый год стараемся привносить что-то новое, различные новые элементы, в том числе и в спортивную часть, какая-то новая культурная программа, новые номера. Студенты приходят, вливаются в коллективы и создаем праздник для всех нас. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. Долгие пары уже позади, за окном чудесная погода, а рядом старые друзья. Казалось бы, нет ничего лучше, чтобы пойти погулять или просто отдохнуть. Но только не для этих ребят в студенческом клубе «Логос» проводят время иначе. Студенческому клубу «Логос» еще нет даже года. Впервые ребята собрались вместе в сентябре 2015-го. Цель тогда была поставлена скромная – объединить студентов социо-гуманитарных подразделений, которые умеют и любят думать. Но за семь месяцев изменилось многое. Сегодня у клуба есть свой научный журнал, социальные проекты и богатый календарь мероприятий. Но главное, в «Логос» потянулись ребята со всего университета. И сегодня в рядах интеллектуалов заметно больше единомышленников. Отличный шанс познакомиться друг с другом ребята получили в рамках интеллектуальных дебатов, которые проходят в клубе в эти дни. Сегодняшний дебат – это, в общем-то, дружеское знакомство, потому что в дебатах участвует команда различных направлений. Это и международники, и экономисты, философы, социологи, политологи, журналисты. И, в общем-то, среди зрителей тоже есть представители различных направлений. Это формат дискуссий. Мы хотим пообсуждать различные темы, очень важные, актуальные. Посмотреть, как представители различных направлений обучения относятся к той или иной теме. Найти что-то общее, найти что-то различное. Владение несколькими языками улучшает мозговую деятельность. Это факт. Возможно, именно поэтому профессия переводчика сегодня так популярна. Юным полиглотам представилась возможность продемонстрировать свои знания в интеллектуальной борьбе. Подробности далее. 7 апреля в стенах Казанского федерального университета прошел открытый конкурс художественного перевода среди старшеклассников средних школ. Для участия в конкурсе всем участникам было необходимо перевести отрывок из художественного татарского произведения на английский. Несмотря на первое нелегкое задание, все же были отобраны и приглашены авторы самых удачных переводов для продолжения состязания. Финалисты подготовили презентацию своей работы. Наши талантливые ученики обращаются к культуре и языку своему родному тоже. И они понимают, что знание своего родного языка и родной культуры ни в коем случае не мешает. Интерес к переводу был однозначен огромный. Перед членами жюри стоит нелегкая задача – выявить талантливых учащихся. Ведь стать профессиональным переводчиком мечтает каждый. Мы взяли современных авторов татарского языка и отрывок от него самый интересный и перевели. Мне хочется переводить стихотворение, поэзию. Это же очень интересно и более красноречиво. Занимаясь языками уже достаточно большое количество времени, школьники не питают иллюзий и полностью осознают всю сложность перевода с татарского языка на английский. Но трудные задачи должны быть решены, отмечают участники. Ведь татарские произведения могут стать достоянием мировой художественной литературы. Аделя Мухаммедшина, Ленардо Вильтьяров, Универ Ньюз. Самые интересные и важные новости сети интернет в нашей постоянной рубрике «Веб Ньюз». КФУ представил свои образовательные программы на Global Engineering Week. В ходе форума участники получили возможность пройти усиленную подготовку по таким направлениям, как компьютерная инженерия, электроника и телекоммуникации. В студенческой поликлинике Казани проходят мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. Организованы измерения артериального давления, проведена разъяснительная работа с пациентами по профилактике гипертонической болезни и сахарного диабета с раздачей информационного материала. В Центре современной культуры «Смена» в Казани состоялся проектный семинар, посвященный реализации мероприятий «Года водоохранных зон» и программы парков и скверов Республики Татарстан в 2016 году. Сборная Республики Татарстан стала лучшей среди регионов Поволжского федерального округа на третьей зимней спартакиаде молодежи России. Татарстанские спортсмены набрали 386 очков. Студенты КФУ стали лучшими в сфере политических коммуникаций. Три воспитанницы Института социально-философских наук и массовых коммуникаций заняли первое место в конкурсе «Пол-Ич-Пиар-Про». 8 апреля в Центральной библиотеке Казани пройдет акция «Читаем Тукая». Мероприятие в рамках литературного фестиваля «Казан-Язэ» посвящено 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Кабдуллы Тукая. Есть идеи? Реализуй! В Татарстане множество способов воплотить свои мечты в реальность. Одним из них является защита проектов площадки, территории архитектуры и искусства Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Подробности в следующем сюжете. Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» является главной ежегодной молодежной площадкой, на которой каждый желающий может представить и защитить свой проект. 5 апреля прошла очная защита проектов участников площадки территории архитектуры и искусства Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Очные защиты проектов прошли по 10 площадкам в министерствах и ведомствах республики. Участники форума презентовали свои идеи экспертным комиссиям. В качестве экспертов выступили представители государственной власти Татарстана, общественные деятели, успешные предприниматели, представители культуры. В этом году к очной защите было рекомендовано более 200 проектов из 1195 заявленных по тематическим площадкам. Например, территория инновации, архитектура, искусство, территория предпринимательства. Свои проекты защитили студенты Казанского федерального. Имена финалистов форума будут объявлены 8 апреля. Проекты финалистов будут представлены на финальной выставке форума, которая пройдет с 21 по 23 апреля в Казанском айтипарке. Там же состоится награждение победителей. Анастасия Иванова, Универньюз. Все ближе и ближе вместе с «Весной настоящей» к нам подбирается и республиканская студ «Весна-2016». Напомню, галоконцерт фестиваля пройдет 26 апреля в КСК «Уникс». Право выступить на главной сцене года получат только лучшие из лучших. Поэтому в эти дни во всех вузах Татарстана идет усиленная подготовка. И вот чем собираются удивить всю республику студенты Энергоуниверситета. Еще только начало апреля, а подготовка идет полным ходом. На один актовый зал Энергоуниверситета приходится сразу несколько творческих коллективов. Одной из причин такого же ажиотажа организаторы считают активной самих студентов. В прошлом они и сами выступали на студ «Весне». Признаются, что есть чем сравнить и хочется вернуться назад. Я тебе раскрою тайну. Именно за этой стеной находится святая святых. Актовый зал Энергоуниверситета, где куется творчество, где мы живем и дышим этим творчеством. Приходите к нам в Энергоуниверситет, дышите творчеством с нами. Кто-то на подготовку к студенческой весне начинает за несколько месяцев, а кто-то после выступления на галоконцерте прошлого года. Особенно напряженные репетиции проходят за несколько дней до начала мероприятия. В отборочном туре жюри определяет, кто будет участвовать в конкурсе. Выступить на студ «Весне» уже само по себе является победой, поэтому увидеть свет софитов предстоит только лучшим из лучших. Одним из фаворитов на победу в студенческой весне Энергоуниверситета считается творческий коллектив «Кристалл». В этом году ребятам исполняется 10 лет. Молодые люди занимаются танцами. За их плечами победа в различного уровнях городских и республиканских соревнованиях. Море подготовки, работы вместе с ребятами. И, конечно, мы хотим какой-то отдачи от зрителей, чтобы наша работа нашла своих зрителей, я бы сказала так. В 2015 году в рамках фестиваля «Студенческая весна» Энергоуниверситет завоевал гран-при. Победитель фестиваля этого года отправится на отборочный этап Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан-2016», где будет представлять свой университет. Готовим студента с молоду. Уже на протяжении полугода с детьми активно занимаются студенты из набережной Челнинского института. На этот раз они приготовили для них настоящую лекцию под названием «Правознайка». Интересные подробности креативного занятия смотри в нашем следующем сюжете. 3 апреля в инжиниринговом центре КФУ состоялась лекция в рамках проекта «Детский университет». Ведущее мероприятие, ассистент кафедры теории и истории государства и права Елена Мальцева рассказала, что дети должны и не должны делать, а также какие права у них есть по закону. Детей ожидала небольшая игра на запоминание всех прав. Были включены песни из мультфильмов. Дети безошибочно отвечали, какое право содержит композиция. Также ребята отвечали на заданные лектором вопросы. И уже в конце лекции были подведены итоги. Самые активные получили небольшие призы, ручки и блокноты. Пока ребята получали новые знания, их родители посетили психологический тренинг от психолога Набережной Челнинского института КФУ Ольги Нургатиной по теме «Я хороший родитель». А также родители будущих студентов ждали материалы по арт-терапии, тренинг по уровням детской агрессии и как ее избежать. На мероприятие все участники посвятили большое внимание на роль родителей в дальнейшем успехе ребенка. Ведь именно от этого зависит дальнейшее светлое будущее всех детей. Аделя Мухамедшина, Юлия Синичкина, Ксения Сбоева, Универньюз. А на сегодня все. Просыпайтесь с хорошим настроением и будьте счастливы. Скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»